всем привет тема сегодняшнего видео ошибки при проектировании частного дома я думаю это будет очень актуально для тех кто собирается проектировать и строить дом или просто строить дом без проектирования так вот смотрите внимательно это видео я думаю что оно будет очень полезно для вас и для этого я специально пригласил в гости александра гирина который является дипломированным специалистом в области стройки ну а если быть конкретным он осуществляет технический надзор за строительством объектов поэтому его комментарии будут очень полезны для вас дорогие зрители итак поехали всем привет пробежимся быстро по всем ошибкам которые могут быть допущены в проекте первое начинают проектировать не учитывая рельеф местности то есть забыли сделать съемку рисуют дом условно говоря на плоском листе в итоге когда начинают выходить на местность и садить дом то получается что у нас здесь оказывается уклон есть большой здесь дом мы либо у нас землю заехал либо нам нужно делать высокий цоколь очень высокий и непонятно как это делать ну все увязать соответственно получается что дом нужно полностью переделать то есть менять конструктив фундамент на цокольной части либо еще делать как бы разноуровно давай поясним то есть мы привыкли в общем так такой ситуации когда есть кусок достаточно плоской земли да мы приходим и садим дом так сказать на этот кусок земли там строим и так далее но часто бывает что участок наклонен мы сейчас даже не говорим о тех ситуациях когда прямо сильный-сильный уклон вот прям когда его видно глазом но бывает же что и не видно бывает что не видно что приезжаешь участок большой кажется что он ваще очень горизонтально на самом деле начинаешь мерить полу перепад получается чуть ли не там 2 метра иногда даже глазом не видно добывает шопло открытая местность все прочее уклона можно просто заметить а даже метр это очень критично как бы для дома сами понимаете а то есть столь у нас здесь будет полтора метра от сок это часть значит соответственно здесь или землю войдет это на кто должен сказать об этом уклоне кто должен сообщить собственнику этого участка то есть как он должен этому честь понять если он глазом этого не видит но у него должна быть съемка участка то есть для этого делается геодическая Съемка участка, где вся эта система точек ложится на лист, и когда начинает проектировать дом, уже, соответственно, учитываешь рельеф дома. Нарисовал дом, условно, и по углам поставил фактически отметки, и ты уже видишь, как у тебя дом садится на участок, какая высота относительно горизонта. Я даже вспоминаю, у нас была одна история с одним домом, когда дом был рассчитан на плоский участок, а на месте, когда его посадили, оказалось, что одна часть очень задрана, и стало непонятно, что делать с той частью, которая называется цоколь. Да, пришлось делать подпорную стенку, разделяющий участок надо делать, делать огромную насыпь, потому что заглублять часть дома заказчик категорически не хотел, иначе бы у него вся вода с дороги, как говорится, шла на участок, поэтому пришлось такие мероприятия делать. Ну, то есть, если мы не учитываем уклона участка, то это может привести к изменению дома, ну, понятное дело, оно приведет, второе, к изменению цены, то есть к удорожанию, то есть мы что-то там придумываем, надстраиваем, а к чему еще? Ну, да, то есть, получается, либо мы делаем изменения, изменяем само участок, кладываем это деньги, да, либо мы могли бы изначально придумать конструктив дома такой, допустим, сделать цокольный этаж, полуподвал какой-то, да, использовать его целесообразно, то есть, чтобы и дом был, как говорится, как задумывался, да, но еще мы вот этот рельеф могли использовать для того, чтобы какое-то, какие-то помещения сделать в цокле или подвале. Ну, я думаю, что здесь стоит еще, так сказать, помочь зрителям, которые вот сейчас задумались об этой ситуации, но не знают, куда обратиться, я думаю, что к тебе же можно будет обратиться за этой съемкой. Я вот, кстати, сейчас подумал еще вот о какой мысли, ведь когда покупается дом типовой, типовой проект, там точно не учитан никакой уклон участка. Там вообще не учитан, конечно. И придется по месту что-то придумывать. Да, самая сложность, да, что вот именно фундамент, цоколь, он, как говорится, очень будет сильно изменяться, потому что у нас плоских участков, ну, нету вообще практически там одна десятая процента, может быть, потому что мы живем в горах, да, скажем так, у нас участки очень сильно уклонны. Ну, в общем, давайте резюмируем этот первый пункт. Пункт номер один. Учитывайте наклон рельефа. Для того, чтобы сделать точные замеры, нужно приглашать геодезистов. Поехали дальше. Следующая ошибка при проектировании, да, это когда они учитывают границы участка, его габариты и, соответственно, отступы, нормируемые отступы от границ участков. Человек, условно, скажет так, ну, или проектировщик, или заказчик, вот я хочу такой-то, такой-то дом, да, все, и вот дизайнер или еще кто-то, или просто даже, может быть, кого-то он пригласил. Вот ему нарисовали дом, все, потратили время, деньги, а оказалось, что он, как говорится, его нельзя в этот участок вписать-то. Либо, допустим, он дом и еще несколько объектов, которые он захотел, там, баню, беседку, все такое. И в целом получилось, что он превысил плотность застройки. То есть это, получается, не учли габариты участка, да, отступы, то есть пятно разрешенного застройки. И плюс в этом пятне нужно учитывать процент застройки, который нельзя превышать. Я правильно понял, что нужно учитывать два параметра. Первый – это отступ от забора, там, 3 метра, 5 метров, ну, то есть вот у тебя есть участок, например, 10 на 10 метров, там, ну, я, 100 на 100 метров, я грубо говоря. По правилам застройки ты должен отступить от забора 3 метра, ну, например. А могут быть другие правила, там, 5 метров. От красной линии, от дорог и все, то есть 5 метров идет отступ. Вот, то есть это нужно обязательно учитывать, ни в коем случае не выходить за эти рамки. Да, ну, чтобы не было потом всяких судебных тяжек и прочее при регистрации объекта уже построенного. А второй параметр – это плотность застройки. Поясни подробнее, что это. То есть, допустим, вы на разрешенном пятне застройки поставили дом, поставили баню, капитальную баню, там, гараж большой, там, баня у вас здоровенная, там, тоже, как говорится, капитальный объект строится. И у вас получилось, что вы застроили 50%, а в вашей местности, вот в данном, скажем, поселке, да, в муниципальном образовании, процент застройки, там, согласно ГПЗУ, равен 35%. И тогда при регистрации какой-то один из объектов вы просто не сможете зарегистрировать. Либо это через суды, через разные процедуры, очень сложные, как говорится. ГПЗУ – это генеральный план застройки участка, земельного участка. А где он берется? Он берется в местную администрацию. То есть, прежде чем проектировать дом или выбирать типовой, нужно идти в местную администрацию и запрашивать этот документ. Я правильно понял? Правильно, да. Если этого не делать, что, кстати, большинство не делает, ну, прямо очень много людей об этом даже не задумываются, просто потому что не знает. А тот, кто узнает, примерно так рассуждает. Ну, что, моя земля, что хочу, то и делаю. Сейчас построю столько, сколько мне надо будет. То есть, здесь совет такой. Идти в администрацию, брать ГПЗУ и выяснять процент застройки. И уже только после этого давать задание на проектирование дома. Ну, там не только процент застройки, там вся информация по вашему участку. Что он, какое разрешение, разрешенное использование, условно разрешенное. То есть, какие объекты вы можете разместить. Есть ли какие-то ограничения, там, может быть, это зона потопления или еще что-то. Допустим, все это написано в ГПЗУ. Просто бывает много моносырей краевозных. Есть некоторые участки, имеют такое обременение. То есть, там надо специальные инженерные мероприятия разработывать по защите сооружений. Если вы это не сделаете, то вам просто, вы потом большие проблемы поимеете. То есть, вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию. А, то есть, даже такое может быть. Ты построил дом, а разрешение на ввод в эксплуатацию не дают. Да, потому что, допустим, у этого участка может быть ограничение, и он попадает в зону потопления. Вы же не знаете, какую-то карту не видели никогда, ее никто, там, как говорится, простые люди не знают. То есть, купил земельный участок, а у него, оказывается, такое может быть ограничение. Потому что рядом, допустим, ручей, там, или овраг, который входит в нашу общую приопскую водный бассейн. В ГПЗУ все параметры прописаны. Его нужно просто перечислять сверху вниз два раза, как говорится, и все будет понятно, что там и как. В общем, друзья, мы еще к проектированию не приступили, а уже две крупных ошибки описали. Давай пойдем дальше. Да, так, следующее, это когда не учли физико-механические свойства грунтов на своих участках. То есть, по принципу, а у меня сосед так строил, или пришел подрядчик, да мы так всегда строили, давайте нам вот это, сделайте вот такой фундамент и все, то есть нарисуйте. Или там человек говорит, я там строитель опытный, все, я покопал лопаткой там, все, сделайте мне такой фундамент. Или я хочу подвал, да, сделайте мне подвал, и никто не учитывал, что там грунтовые воды, и все это может просто топить. Ну да, мы должны знать все, что у нас на земельном участке, да, находится вот до глубины 6 метров, да, скажем так, под домом, под нашим, чтобы потом не появилось каких-то сюрпризов. А кто должен нам эту информацию предоставить? Это геологи делают геологические изыскания по заданию, то есть задание геологам дает конструктор, проектировщик. То есть он показывает на участке, где ему нужно пробурить точки, чтобы по этим точкам получить разрез. Получается, когда конструктор дает задание этим геодезистам, уже дом должен быть готов, и он должен быть уже на участке посажен. Все равно, то есть габариты прикидываются, естественно, то есть прикидываются габариты, и в этих габаритах выбираются такие точки, да, скажем так, максимально загруженные, перекрестия, скажем, да, несущих конструкций. И в этих точках дается, ну, места для бурения. А если этого не сделать, то чем это грозит? Просто я знаю очень много историй, когда заказчик утверждает, я знаю, какой там грунт, вот сосед строил, потом, да ладно, все понятно, вот я купил проект, готовый, там в нем есть все фундаменты разработаны, что вы мне тут, типа, нового расскажете? К чему может привести вот такое халатное отношение? Может привести к тому, опять же, мы, наша местность находится, горная местность, да, и у нас породы очень перемешаны, там, допустим, даже тот же горный щит, да, это как бы сдвиг двух пластов, где перемешаны камни и большие глиняные ямы, там, да, как бы такие полости. То есть на одном участке, условно говоря, да, там 100 на 100, может быть в одном каменная глыба, да, и куча камней, да, выпуск, а в другом месте там провал и 20 метров сплошной глины, которые там нанесены, да, породы, там, прочие такие. Соответственно, совсем разное положение, то есть вы можете посадить дом, здесь он будет сидеть на жестком основании, а здесь он поплывет. Все, и приехали. Получается, что если фундамент где-то просядет, ну, банально эта трещина по дому может пойти. Ну, да, то есть может и дом сам накорениться. Перекоситься. Да, буквально вот на этой неделе ездил на обследование, да, в Нижние Сергеи. Дом просел на 60 миллиметров, буквально после вот этих ливней, которые были год назад. Это же 6 сантиметров. 6 сантиметров, да. И к чему это проявило? И привело, что у людей дома пол с таким уклоном, то есть 1 сантиметр на 1 метр уклона полу. Сейчас дом надо, полы нужно как-то поднимать, фундамент укреплять, закачивать под него раствор, бетон, чтобы укрепить его. То есть люди вот попали в такую ситуацию. Ну, они покупали уже готовый дом, они не проектировали, но им все было хорошо, как говорится, со слов, кто им продавал. Что все продумано, все рассчитано. То есть, друзья, когда речь идет о проектировании дома, никогда не отказывайтесь о геологических изысканиях грунтов. Это нужно прежде всего для вас, а не то, чтобы кто-то там захотел с вас содрать какую-то лишнюю копейку. Нет, это нужно для надежности вашего дома. Если вы покупаете дом готовый, сейчас продают готовые дома, или готовый проект, по которому будет строиться дом, то под этот проект или под этот дом точно так же нужно исследовать грунты и проектировать фундамент отдельно. Это мы уже три пункта перечислили. Сейчас, прежде чем мы дальше перейдем, к следующим пунктам. Я, во-первых, хочу сказать спасибо ресторану «Зверобой», где мы сегодня находимся. Это, так сказать, такой для нас неожиданный формат. Никогда мы раньше ни в каких кафе и ресторанах не снимали. А здесь вот нам, так сказать, мило предоставили место для съемок. Но есть и определенные минусы, все шумы, которые вокруг вы слышите. Это вот вокруг ходят люди, гремят вилками, ложками, там стулья двигают. Поэтому не пугайтесь, это все происходит в ресторане. Кстати говоря, ресторан «Зверобой» мы вот здесь бывали не раз. Рекомендую. Между прочим, очень неплохая, аутентичная кухня. Вот такая небольшая реклама. Ну что, идем дальше. У нас пункт номер четыре. Следующая ошибка – это когда не учитываются местные поставщики материалов. Найдите завод конкретно, чтобы он был рядом, стоимость доставки всяк. Чтобы он, допустим, вот та экономия, которую мы имеем на сборном железобетоне, она не перекрывалась доставкой, транспортировкой и все, допустим. То есть если у нас рядом есть под боком завод ЖБИ, и нас время позволяет, то мы лучше, допустим, тогда сделаем монолитный железобетон. Если у нас... Это бетон повезли. Миксер. Ну, это касается и отделочных материалов. Отделочных материалов и кладочных материалов. То есть у нас есть газоблоки, да, допустим. Вот сейчас проектируются газоблоки. Очередь на них уже выстроилась там до августа месяца, да. Соответственно, мы должны что-то придумать там или кирпич заменить, или, допустим, блоки другого завода. Хорошо, с этим понятно. Идем дальше тогда, следующий пункт. Следующий пункт, это когда мы, допустим, когда решили запроектировать дом, но инженерные сети решили оставить на потом. И, соответственно, мы в этом случае получаем отверстия под коммуникацией не заложили, гильзы не заложили, высоту помещений прохлопали, то есть не заложили. И когда потом решили что-то сделать, а вот как это у нас здесь будет, а у нас не влазит там, допустим, если вентиляция не входит, или трубы какие-то, дымоходы там, теплый пол, то есть... К инженерным сетям давай перечислим, что относится. Инженерные сети – это отопление, водоснабжение канализации, вентиляция и электрика. Все эти сети, они могут пересекаться, это раз. Второе, если вы их не учли заранее, они будут появляться в ваших интерьерах прямо огромными пучками и гроздьями. И, например, может быть, вы планировали помещение там ровной формы 2 на 3 метра, а в углу пришлось проложить стояк и зашивать его каким-то коробом. Или я видел такую историю на одном танхаусе, где вроде бы казалось, что все должно было быть продумано. Ну, это же продают людям как готовый продукт, а оказалось, что там не запроектирована канализация, то есть ее там просто нет. И там, где лестничная клетка, пришлось прямо там прокладывать эту трубу, ну, естественно, как-то ее закрывать, естественно, это скрадывало пространство, ну, то есть ничего такого приятного. В общем, нужно заранее, точнее, сразу же проектировать инженерные сети. Но здесь я, конечно, оговорюсь, как дизайнер, можно? То есть инженерные сети, их нужно делить на две части. То есть есть инженерные сети, которые в первую очередь проектируются, там отопление и, например, газовый котел или электрокотел на обогрев дома. Потом необходимо делать дизайн интерьера и уже только после дизайна интерьера делать расстановку светильников, то есть электрику, да, то есть вот розетки, светильники, потому что пока мы не нарисовали интерьер, мы не знаем, сколько люстр, где они будут висеть. Ну, вот понимаете, да, вот такая вот последовательность. Еще один момент забыл при, скажем так, начальном этапе, то есть при проектировании и расположении дома, да, не учли расположение существующих объектов на соседних участках. Это тоже такой важный момент, из-за которого бывает очень много споров судебных, в которых мы тоже, как говорится, вот как экспертная организация, да, как бы участвуем. Мы построились, проектировали, да, но какие-то отступы, допустим, или существующие строения, которые мы не учли, и, соответственно, ну, это как и по свету, может быть, да, как бы по расположению, да, так и по каким-то нормативным размерам между строениями. То есть тоже такой момент очень важный, ну, который желательно не забывать. Ну, это когда речь идет о проектировании, мы должны учитывать, что у нас происходит с соседями, какие строения у соседей, какие вообще у нас есть видовые характеристики, что у нас за забором, лес, река, горы или стена соседского дома. Это влияет на то, каким будет дом, куда у вас будут расположены окна. Это тоже нужно учитывать. Ни один типовой проект этого учитывать не может по определению, потому что ни один типовой проект не знает, что там с соседями, что там за забором, какая там улица подъездная и так далее. А также типовой проект не учитывает, как солнце идет, да, и как у вас инсулируется ваше строение, то есть комнаты ваши. Поэтому, конечно, окружение исследуется в первую очередь, и мы смотрим, что нас окружает. То есть это нужно учитывать в проекте. Может быть, у вас прекрасные виды там на море, и нужно делать террасы, с которых можно любоваться прекрасными морскими пейзажами. Еще одна ошибка при проектировании, ну, даже не ошибка, скажем так, это когда в проектах недостаточно хорошо разработаны, и подробно разработаны все узлы примыкания, сопряжение там конструкций между собой, да. То есть, ну, когда проект такой более, скажем так, стадии П, да, не рабочий документ, по которому можно строить. Из-за чего, как говорится, потом в готовом изделии, скажем так, возникает много проблем. То есть самые важные узлы, да, это у нас примыкание стен, там, полы, перекрытие, да, там, перекрытие фундамента, фундамент сопряжения со стеной, да, все узлы, все гидроизоляции. То есть вот если эти узлы недостаточно хорошо проработаны, то, ну, как бы это главная ошибка в проекте, которая потом даст очень много проблем и вопросов, и подрядчик где-то не учтет что-то, и... Ну, ведь это вопрос, в общем-то, денег. То есть когда есть две организации, которые, условно говоря, одна проектирует за 100 рублей, а другая за 1000, конечно, клиент обратится в ту, которая проектирует за 100 рублей. Но за 100 рублей, по определению, там не будет какого-то досконального прорабатывания вот этих самых узлов. Вот речь-то ведь об этом идет. То есть, ребята, не надо экономить на проекте. Проект должен быть продуманным. И продуман он не только на стадии эскизный проект, а прямо на уровне конструктива и инженерии. Ну, банальный пример. То есть вот как будет перекрытие крепиться к стене. Либо это просто палочками нарисовано в проекте, либо вот этот узел отдельно проработан. Какие материалы, как они друг к другу крепятся, какую они несут на себе нагрузку, какого они там сечения, крепления. Ну, как они отделаны, как они утеплены, чтобы не было у нас там каких-то мостиков холода или еще что-то. Потому что, опять же, из практики строительной экспертизы, да, очень много объектов, куда, особенно по зиме, да, когда выезжаешь, тепловизором исследуют, что там вообще просто этот узел сделан непонятно как. И, ну, просто стенку поставили, ладно, хорошо. Вот если резюмировать, то есть непродумывание узлов приводит к тому, что они могут быть, ну, даже не только, сколько крепкими, сколько функциональными. А функционал – это промерзание в первую очередь. Да. А если случится промерзание, то это, во-первых, холод, во-вторых, плесень, грибок и разрушение отделки соответственно. То есть, грубо говоря, сэкономил деньги на проекте, потом получил проблемы при эксплуатации дома. Ну, да, это из разряда того, что вот у меня есть знакомый строитель, он знает, как делать, и сделает. То есть вот у меня есть даже, ну, эскиз там какой-то или еще что-то. У меня есть знакомый строитель, он знает сделать. То есть вот таких случаев прям очень часто. Кто он строил, где проект? Приезжаешь на обследование, допустим, да? Ты знакомый строил, есть хоть что-то, чертеж, как ищет его. Ну, вот как-то так, так, все. То есть нету, даже ничего нету, никакой документации. Я со своей стороны еще добавлю, наверное, пару пунктов. в проектировании которые я постоянно вижу вот такие ошибки на мой взгляд первое это когда в проекте нет планировки с расстановкой мебели очень часто архитекторы рисуют дома и как расставлена мебель непонятно или она расставлена очень условно и вы думаете что потом как-нибудь там все это расставить и расположить и запихнуть не запихнете вот если сразу же это не сделать то потом это не запихнуть более того это приводит к переделкам к перепланировки то есть получается вы тратите деньги еще один раз поэтому в проекте обязательно должен быть лист с расстановкой мебели и не просто абы как а прямо досконально буквально вот со всей которая необходима вплоть там до корзины с грязным бельем это я из практики из опыта говорю самое главное со шкафом чтобы было куда одежду стоять у нас потому что смотришь проекты такие да ну как будто для попуасов нарисован то есть он в тапочках пришел голый раздел с тапочки сланцы поставил все ему не надо ни гардероб еще там прихожие четыре квадратных метра все то есть пришел сланцы снял копье поставил пошел на диван посидел вот это вот вторая ошибка на самом деле про которую александр начал говорить это абсолютно игнорирование в проекте мест хранения то есть нужно предусматривать места хранения и должно быть достаточно много ну прям реально много не менее 20 процентов от всего от всей площади дома а может быть даже и больше это же частный дом ну представьте вам не только одежду нужно хранить вам нужно выйти на улицу снег почистить вам нужно газон подстричь вот это все тоже где-то нужно хранить правильно а еще там не знаю велосипеды или дианки ну можно и на улице конечно хранить но есть какие-то вещи которые в дом нужно затаскивать я еще одну ошибку хочу сказать это ошибка с лестницами она в 80 процентов проектов встречается и домах особенно типовых очень плохо продумана лестница под нее закладывается так мало места надо что уклоны и ступень превышают допустимых что в итоге лестница становится такой как как будто это лестница для горного козла какого-то который должен прыгать по этим уступом и заскакивать на второй этаж так легко и играючи но такие лестницы неудобно на самом деле лестница это сложный инженерный элемент который должен досконально продумываться одну с точки зрения просто крепости но ведь и удобство тоже это глубина ступени и высота ступени ну чтоб вы понимали это 15 и 30 это высота подъездной ступени так в подъездах делать в частном доме можно чуть-чуть повыше сделать но там до 17 сантиметров нет допускается до 22 по моему но это уже перебор да по ней тяжело ходить то есть когда ладно тебе там 20 лет да но куда тебе там уже за 40 лет уже да еще одна ошибка которая встречается очень часто обращайте внимание на то как пойдут вентиляционные отверстия естественно вентиляции и дымоход особенно дымоход потому что вот вы захотели камин а камину извините меня вот такая гильза должна то есть труба ну как то вот вот она же должна пройти через все этажи и оказывается что эта труба где-то там в спальне на втором этаже по чуть не делать она сквозь кровать там проходит подытожив все сказано я бы наверное добавил последний момент делайте пожалуйста проект вообще как таковой потому что многие даже строят без проекта и у вас остается как проекты это как говорится паспорт будущий будущий паспорт вашего дома то есть который как говорится хранится и вы можете передавать там по наследству продавать там да вместе с документацией когда вы продаете дом вместе с проектной документации у вас сразу цена как выше да потому что вы не продаете к тому не то чтобы цена выше а как бы она не становится занижена она не становится занижена то есть покупатель уже вид что он покупал что заложено потому что увидит пока только обои скажем да там и снаружи там видит отделку а что внутри он вы можете его показать все рассказать и он у него сразу будет другое впечатление да скажем так он не будет бояться что что тут не так но и проект нужен для обслуживания банально дома конечно ну что друзья на этом все это было первое видео ждите 2 там мы расскажем порядок проектирования что нужно делать чтобы получить хороший качественный правильный проект для дома ну а пока ставьте лайки если вам понравилось видео подписывайтесь на канал еще раз мои благодарности этому ресторану замечательному который называется зверобой ну и до новых встреч всем пока горсон три коньяка ивану мне и оператору оператору два коньяка